МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк, программа «Неделя города». Смотрите в выпуске. Сезон с понедельника. Виталий Артемов подписал распоряжение о начале отопительного сезона. Бензин в законе. За спекуляции на топливном рынке УФАС уже выписала первые штрафы. Ковидная умеренность. Масочный режим Рязанской области пока не грозит. Со 2 октября в Рязани стартует отопительный сезон. Постановление об этом подписал исполняющий обязанности главы администрации Виталий Артемов. Согласно документу, запуск системы будет постепенным. Сначала тепло подадут на объекты социальной сферы, затем в жилищный фонд от Новорязанской и Дягилевской ТЭЦ. Котельных МУПР МПТС и ведомственных котельных. Прогноз гидромедцентра предполагает, что уже с 1 октября начнется похолодание и дождливая погода. В связи с этим принято решение о постепенном включении теплоносителя в организациях соцсферы. В детских садах, школах, поликлиниках и больницах. А также во взаимодействии с управляющими компаниями. В жилых домах. Полностью подключить город власти обещают в течение семи дней. С 1 октября государство повысит зарплаты отдельным категориям граждан. Изменения касаются сотрудников бюджетных организаций и чиновников. Индексация составит 5,5% для работников федеральных структур, которые при этом не являются госслужащими. Самая большая надбавка ожидает военных, силовиков, пожарников и таможенников. На 10,5%. Чего еще ожидать в октябре, расскажем далее. За неявку в военкомат по повестке без уважительной причины теперь придется заплатить 30 тысяч рублей. Взыскание для должностных и юридических лиц выше. От 60 до 80 тысяч рублей и от 400 до 500 тысяч рублей соответственно. До 1 октября штраф составлял сумму всего от 500 до 3 тысяч рублей. Гражданам, которые не подали данные об изменениях в военкомат, придется тоже потратиться. Им грозит взыскание в размере 5 тысяч рублей. Со второго месяца осени на госуслугах появится двухфакторная аутентификация. Это позволит обезопасить данные пользователей. Так, кроме пароля, система запросит еще и дополнительное подтверждение с помощью СМС на номер телефона владельца аккаунта. Подключить новую дополнительную меру защиты можно в профиле личного кабинета. Новые способы защиты появятся и в финансовой сфере. Теперь добровольное страхование банковской карты будет защищать своего владельца не только от ее потери и повреждения, но и от других рисков. Среди них – мошенническое списание денег. Лимит страховой выплаты – 100 тысяч рублей. В пределах этой суммы клиент получит утраченные средства в полном объеме. Речь идет, правда, только о несанкционированных списаниях с карты клиента, о которых ему не сообщили. С 1 октября ужесточат выдачу ипотеки. Центробанк увеличивает риски по кредитам. Это грозит заемщикам, у которых уже оформлен залог недвижимости, или тем, кто рассчитывает получить ипотеку с низким первоначальным взносом. Им будут чаще отказывать и смогут предложить более высокий процент по кредиту. Напомним, что в последний раз коэффициент повышался 1 мая этого года. За сдачу металлолома получить выплату теперь можно только по безналу. Такая форма расчета будет использоваться при приеме у физлиц лома, а также отходов цветных и черных металлов. Нововведение позволит повысить прозрачность оплаты в этой сфере. С середины октября за контрабанду умышленное уничтожение, незаконную добычу, сбор и оборот особо ценных растений и грибов из Красной книги можно получить штраф или тюремный срок. Так, например, их приобретение и продажа через СМИ или интернет грозит взысканием в размере до полутора миллионов рублей или лишением свободы до пяти лет. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Ситуация с ценами на бензин стала отдельной темой, по которой высказался даже президент страны. Неделю назад федеральный Кабмин установил временный запрет на экспорт бензина и дистоплива и как бы рассчитывал на резкий спад ажиотажа. Но если рынок и стал стабильным, то лишь в некоторых регионах умерить свои аппетиты нефтяники пока не спешат. И за это придется ответить рублем. Уфас начал возбуждать первые административные дела. Я вот вам говорил вчера и сегодня уже говорил, в некоторых регионах люди ездят, ну, ездят условно, конечно, покупают дизельку в соседних регионах, потому что у них ничего не снижается. А в отдельных регионах даже подросла цена на дизельку. Слова президента, можно сказать, официально подтвердили очевидное. Рост ценный бензин с августа по сентябрь ощутили на себе все автолюбители. И только шумиха в СМИ позволила чиновникам, отвечающим за это, что называется, выйти из тени. Конечно, сейчас вице-премьер Александр Новак уверяет, что ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов стабилизируется. Дескать, ограничения продажи топлива за границу от 21 сентября уже привели к снижению цен оптовых на 20% по бензину и на 16% по дизелю. Вот только движение это в регионах не заметили пока. И даже Федеральная антимонопольная служба на вопрос «почему» однозначного ответа не дает. Соответствующее поручение дано территориальным органам Центральным аппаратом Федеральной антимонопольной службы по итогам заседания штаба ФАС России по ситуации на рынке нефтепродуктов. В рамках данного поручения Рязанская УФА с Россией проанализирует обоснованность стоимости нефтепродуктов на мелкооптовом рынке реализации до нефтебаз, а также проверит составляющие, которые включаются в конечную стоимость автомобильных бензинов и дизельного топлива для конечного потребителя. Налоги на добычу полезных ископаемых и на дополнительный доход. Акцизы на топливо, НДС, затраты на транспортировку. Основные стимулы роста цен на нефтепродукты. Только вот, как подчеркнул Владимир Путин, потребители не интересуют, что происходит в отдельных звеньях топливной отрасли. Гораздо важнее стабилизация конечной стоимости бензина и дизеля. Я и каждый выходной езжу в деревню, и учитывая того, если мне на машину хватало 800 рублей доехать туда-обратно, там, считай, 80 километров, 160, то сейчас это уже за тысячу переваливает. То есть, ну, на треть, а то и в четверть из своего бюджета я трачу уже больше. Несмотря на пусть и неравномерное, но все же снижение топливных цен в отдельных регионах, в Рязанской области цифры на АЗС ползут только вверх. И это при собственном работающем нефтезаводе. Понятно, что новый налог на сверхприбыль уже разавизированный президентом нефтяники пытаются компенсировать за счет потребителя, но не так же откровенно. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Инфляция в регионе выросла. Основные причины ослабления рубля – динамика оптовых цен на топливо. Годовой же показатель в регионе прибавил всего полпроцента. При этом уровень инфляции в области остается ниже, чем в целом по стране. Быстрее всего дорожают фрукты. Конечно же, импортные – бананы и апельсины. А в стоимость свинины и мяса животноводы уже закладывают возросшие издержки на поставку кормов и оборудования из-за рубежа. А причиной роста цен стало ослабление рубля, говорят специалисты Банка России. На фоне этого дорожают и медикаменты. Потому что импортное сырье для их производства тоже стало дороже. К ослаблению рубля, в частности, привел рост потребительского спроса. Темпы кредитования высоки, население адаптировалось к новой структуре предложения на товарных рынках. Но внутренний спрос пока превышает возможности расширения выпуска, что привело к повышенной востребованности импортных товаров. Изменения цен почувствовали и автолюбители. На мировом рынке, например, нефть и нефтепродукты дорожают. А розничная стоимость растет вслед за оптовой. Притом как на бензин, так и на дизель. Стабилизация цен уже стала предметом обсуждения между нефтяными компаниями и правительством Российской Федерации. В ближайшие месяцы инфляция продолжит повышаться. По обновленному прогнозу Банка России в 2023 году она составит 6-7%. Для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году на последнем заседании Совета директоров Банк России принялся решение повысить ключевую ставку до 13% годовых. Ключевая ставка на таком уровне продержится довольно долго, говорят специалисты Банка России. Мол, эта мера необходима, чтобы инфляция снизилась. Межнациональному единению посвятили акцию «Садца дружеств» в сквере Александрова. Организаторами стали Управление культуры, администрации Рязани и Национальные общественные организации региона. Представители национальных диаспор, активисты, общественники и юнормейцы высадили аллею из 11 либ. Дружба, солидарность и сотрудничество – сегодня три кита взаимоотношений национальных общественных организаций Рязани. Представители диаспоры уже давно обращались в мэрию с просьбой создать официальный уголок взаимного согласия. Городские власти пошли навстречу и открыли его в сквере Александрова. Все представители национальных общественных организаций очень активно откликнулись на инициативу и примут участие в акции «Садца дружеств». Сегодня мы посадим 11 либ. Сразу 9 национально-культурных автономий поддержали идею создания сада, включая даже афганцев и корейцев. Работали дружно. Теперь мы знаем, что мы можем ежегодно приходить в «Садца дружества» и поливать каждое свое дерево, ухаживать за ним. И если еще продолжится эта акция, будем рады каждый год разбивать этот парк, еще больше сажать и по тенью этих липовых деревьев отдыхать и вместе с детьми приходить и наслаждаться миром дружбы и согласия, которые у нас царят в городе Рязани. Дружба – это все. Если нет дружбы, нет коммуникации, нет отношений, нет развития. Учитывая то, что сегодняшнее мероприятие направлено на содействие, развитие, гармонизацию, межнациональных отношений, укрепление дружбы, конечно, это добрая воля и хороший жест. Я уверен, что сегодняшняя акция направлена отчасти еще показать на своем личном примере, как надо содействовать, как надо укреплять межнациональные отношения для того, чтобы у нас в Рязани и вообще в России было мирно, дружно и комфортно. Представители национальных диаспор, активисты, общественники и юнормейцы высадили целую аллею. За каждым деревом теперь будет особый уход, так сказать, с национально-культурным колоритом. Фестиваль, не вызывающий улыбки. Зоопарк в Клепяковском районе, рекламу которого можно легко встретить в сети, оказался без лицензии. И это не самое злостное нарушение, которое специалисты регионального управления Россельхознадзора зафиксировали на месте. Взглянув на эти фотографии, подвоха и не заметишь. Ну, животные, ну, в клетках, и дикобразы, и страусы вроде выглядят хорошо. Но это издалека. А вблизи сотрудникам управления Россельхознадзора на них никто взглянуть и не дает. Собственница зоопарка против категорически. ИП Сальникова и Наталья Ивановна по адресу Рязанск-Клепяковский район, поселок Чудзис, на территории закрытого парка фестиваль, осуществляет деятельность по содержанию использования животных в культурно-зрелищных целях, в условиях зоопарка. Данная деятельность подлежит лицензирую, но, к сожалению, предприниматель лицензию на данный вид деятельности не имеет. Екатерина Данилова добавила, что лицензия у фестиваля закончилась еще в январе прошлого года. С тех пор владелица, некто Сальникова, на продление лицензии не подает. Получается, что и зоопарк вроде бы как уже не зоопарк. Может, поэтому за животными, похоже, никто не следит. При проведении контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия в отношении данного предпринимателя было установлено по системе «Меркурий», что оформление ветеринарно-справительных документов на корма для животных и птиц в адрес ИП Сальниковой не поступает совсем. В связи с чем мы не можем определить безопасность и объем данных кормов, а также не можем оценить полноценность кормового рациона, используемого для животных, где учитываются их видовые особенности и также поголовье. Потому и неизвестно, например, прошли животные вакцинацию или нет. Может, для человека они даже заразны. На эти вопросы у ведомства ответа нет. Как и на другой, не менее любопытный, куда дели труп корабля пустыни. История эта весьма любопытная. В 21-м году на территории закрытого парка отеля произошел падеж одного из верблюдов. По закону оформили ветеринарно-сопроводительный документ до места утилизации трупа. Все чинно-благородно. А спустя какое-то время документ этот аннулировали. И где теперь труп, неизвестно. В общем, нарушений скопилось достаточно. ИП Сальниковой суд объявил предостережение о недопустимости обязательных требований. Плюс штраф, но небольшой. Пока. На удочку телефонных мошенников теперь ведутся куда меньше народу. Такой статистикой поделились полицейские. Однако доверчивые люди все же остались. Те, которые отдают мошенникам последнее. Звонит из Центрального банка работник и говорит, на вас висит 9 кредитов. Я говорю, как так 9 кредитов? Кто-нибудь повесил их? Я ни одного не брал. А в ответ по телефону говорят, брал. И набрал, дескать, хорошо так, под миллион. Пенсионер вначале не поверил. Тогда перезвонил специалист из якобы Сбербанка и информацию подтвердил. Так ему целый час и названивали. И как бы следователи, и как бы служба безопасности. В общем, кем только мошенники не представлялись. А когда поняли, что мужчина уже начал им верить, предложили свой выход из долговой ямы. Звонит этот работник Сбербанка. Надо взять кредит и положить их обратно. Я говорю, а зачем я буду брать кредит? Мне придется его выплачивать? Нет, вы ничего выплачивать не будете. Эти деньги как будто вернутся назад. В Сбербанке мужчину спросили, мол, вам точно не мошенники названивают? Пенсионер утвердительно ответил, что нет, следователи. И одним махом оформил на себя кредит 850 тысяч. Деньги эти толком в руках и не поддержал. Сразу же перевел на указанный счет. И с неспокойной душой отправился домой. А на следующий день звонки продолжились. Просили еще 500 тысяч. Но в этот раз трубком взяла супруга. Я подняла трубку и говорю, кто терроризирует мужа? Вы же представьтесь по телефону. Что за терроризм такой телефонный? Я, говорит, следователь. Нахожусь на Введенской. 6. 106, да. И представился. Фамилию, имя, отчество сказал. Вы стали невольным свидетелем. Если вы будете разглашать детям, вы окажетесь за решеткой. Ну, я так смекнула. Думаю, нет, это что-то не то. Отключила. Позвонила дочери. Она говорит, манует мошенники. Отключайтесь. Ну, отключили его телефон. И 112 позвонили. В полиции стало ясно. Чита пенсионеров купилась на уловки. Потеряли они 1 миллион 34 тысячи. Это сумма вместе с процентами. А деньги-то кредитные. Их еще отдавать надо. Все потерпевшие в большинстве своем поясняют, что находились со злоумышленниками на постоянной связи. И злоумышленники просят ни в коем случае не класть трубочку, ни с кем не советоваться, никогда не разглашать никому, что происходит. Для чего это делается? Это делается только для того, чтобы человек не одумался. Схожую схему провернули и в случае с этой пенсионеркой. Названивать ей начали еще в 10 утра. Представлялись и специалистами банка, и следователями. В общем, обрабатывали толпой. И обработали. Сказали, что взломан зарплатный счет. И чтобы мошенника вычислить, надо на этот счет еще денег положить. А он еще сказал, не волнуйтесь, мы вам все вернем, потому что мы проверим, вот, ну, кто там. А я поверила, что же мы, еще тот народ, который еще верит. Еще попросили женщину установить на телефон два вирусных приложения. Одно из них позволило мошенникам управлять телефоном женщины удаленно. Так деньги, которые она положила, 501 тысяча, мигом улетели со счета. У меня не прозванивался телефон. То есть, никто трубку не мог взять до тех пор, покуда я не приехала домой, когда они меня отключили от себя, когда уже все получили. Ага. То есть, получается, вы отключали вызов их, звонили родным, и все равно никак не проходило? Даже полицию пыталась позвонить, не могла прозвонить. Теперь делами этими занимается полиция. Если раньше раскрыть такое было практически невозможно, то теперь найти виновника лишь вопрос времени. Надо только подождать. Большая часть преступлений, она раскрывается. Другой вопрос, что преступления эти раскрываются не быстро. Поскольку нужно напомнить обязательно, что мошенники при совершении данных преступлений, они используют IP-телефонию, подменные номера, переадресацию номера. Счита, банковские карты никогда не оформлены на самих мошенников. То есть, используются различные лица, вольно-невольно участвующие в этом процессе. Получается, это вот такая паутина, кружева своего рода. И для того, чтобы раскрыть это преступление, мы тянем вот каждую ниточку. И деньги вернуть тоже удается, говорят в МВД. Правда, не одним платежом. Когда злоумышленника к уголовной ответственности привлекут, часть своего дохода в исправительном учреждении он будет отдавать на компенсацию ущерба потерпевшим. Потому и советуют полицейские не отвечать на незнакомые номера. А если звонят специалисты банка, то лучше просто бросить трубку. Чем бы вам не угрожали. Тогда и не втянете себя в эту долговую кабалу судебных разбирательств. С наступлением осени заболеваемость гриппом, ОРВИ и другими респираторными заболеваниями обычно растет. Но пока что это сезонное повышение. По словам специалистов в Рязанской области, показатели умеренные. А заболеваемость с коронавирусом вообще снизилась. С начала этого года гриппом и ОРВИ переболели больше миллиона россиян. Рост заболеваемости во всех возрастных группах. Главные причины похолодания и постотпускное увеличение числа контактов в коллективе. Однако в Рязанской области, по словам специалистов, ситуация не так критична, как в других регионах нашей страны. В настоящее время наблюдается сезонный подъем. Пока он имеет умеренную интенсивность. То есть порог превышен незначительно. Период осенний, когда люди чаще стали находиться в помещениях, это особые условия для распространения именно воздушно-капельных инфекций. Впрочем, пока тревогу бить рановато. Количество заболевших ковидом у нас в 23 раза ниже, чем в прошлом году. Об этом сообщает федеральная служба Роспотребнадзора. Однако врачи рекомендуют все же держать руку на пульсе. Специалисты советуют обезопасить себя от острых респираторных инфекций с помощью сезонной вакцинации, а также масочного режима и дезинфекции рук в местах большого скопления людей. В настоящее время проводится вакцинация против гриппа. Уже привито около 16% населения Рязанской области. Значит, наш показатель, который мы должны достичь, это не менее 60%. И ковид-19, и, допустим, он болеет какой-то одной инфекцией, через две недели, учитывая, что иммунитет ослаб, первая инфекция ослаблена, значит, он может заболеть какой-то другой вирусной инфекцией. Несмотря на то, что серьезной опасности нет, сегодня масочный режим вводят во многих медицинских учреждениях региона. На всякий случай. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В регионе полным ходом идет ежегодная миграция птиц. Началась она еще в конце августа. Самый пик перелета на зимовку начинается как раз в конце сентября-начале октября. Какие пернаты уже отправились в теплые страны, а кто еще только готовится покинуть Рязанскую область, наши журналисты узнали у орнитологов. День становится короче, кормовая база меньше, а значит, пора на юг. Это, пожалуй, одни из главных причин осенней миграции птиц. В нашем регионе процесс уже в самом разгаре. Днездовой сезон давно закончен. Птенцы, что называется, встали на крыло. А значит, самое время покинуть родные пенаты и отправиться в теплые страны. Причем, чем позже они начинают мигрировать, тем раньше стоит их ждать назад по весне, говорят орнитологи. Некоторые птицы еще в небольшом количестве держатся. Например, деревенские ласточки пока еще у нас есть. Хотя уже со дня на день они тоже нас покинут. Как только перестанут летать насекомые, за ними исчезнут все птицы, которые охотятся на летающих насекомых. Ну, допустим, зерноядные птицы, такие как щеглы, зяблики, будут лететь практически до самых холодов, а некоторые могут даже задерживаться у нас и на зимовку. Другие птицы выбирают зимовку в своем регионе или же рядом, вблизи незамерзающих водоемов. Касается это не только водоплавающих, но и нырковых особей. Последними улетают те, кто, в принципе, они могут как улетать, так и, в общем-то, у нас остаться. Одними из последних от нас улетят чайки, крупные белоголовые чайки. Одними из последних улетят грачи. Они будут до самого наступления зимы. Миграция для птиц – процесс энергозатратный. Именно поэтому определенные виды каждый год выбирают зимовку в Рязанской области, так как уже приспособились к климату нашего региона и научились находить источники пропитания. Среди них всем знакомые нам снегири и синицы, а также утка кряква и некоторые нырковые птицы. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». К этой экспозиции в Рязанском художественном музее готовились давно. Большая часть экспонируемых предметов искусства из фондов, а это значит, что увидеть их – редкая возможность. К слову, центральный объект – монументальное полотно баталиста Евстафия Коцебу – и вовсе зрители увидели впервые за сто лет. Полководец Суворову равный. Экспозиция, посвященная 180-летию генерала Скобелева. Великий военачальник и стратег Михаил Скобелев пользовался невероятной популярностью в войсках. Хотя его жизненный путь закончился рано, в 38 лет, свои военные таланты он проявил в полной мере. Освободитель Болгарии от многовекового турецкого ига. Участник битвы на Шибкинском перевале. Взятие плевны. Ахалтикинская экспедиция, которая привела к установлению мира в закаспийских владениях Российской империи. Работы, которые так или иначе отражают время полководца, людей, которые его окружали, пейзажи, которые он видел. Мы представляем время, эпоху. И действительно, когда проходишь по этим залам, представлено более полусотни произведений искусства, подлинных, естественно, то ощущаешь вот ту атмосферу, которая окружала тогдашних людей. Те политические моменты, с которыми сталкивались в том числе и генерал Скобелев, его участие в срезнеазиатских походах, в балканских войнах, его роль. Ярчайшим экспонатом выставки специалисты единогласно называют полотно художника-баталиста Евстафия Кацебу. Генерал Скобелев в бою сражения при Куартане. Посвященное деду Михаила Дмитриевича и впервые представленное после реставрации этот шедевр, долгие десятилетия хранился в фондах Рязанского Кремля. Если вот так углубиться в историю, вообще создание этой картины, тот же Александр Евстафьевич, он получил заказ на несколько подобных картин, в числе которых это значилось, это примерно 1870 год был. Вот поручили ему, по-моему, пять полотен написать, он написал в итоге три, в том числе и этот. И самое главное, что интересно потом было, что в каталоге живописного армитажа государства за 2017 год значилось, что местонахождение картины неизвестно. В 2019 году доктор искусствоведческих наук сотрудник армитажа Дмитрий Люгин приезжал в Рязань, увидел картину и оценил ее по достоинству, что и стало толчком для последующей реставрации. Более полусотни произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XIX века из фондов. А также для посетителей представлены листы из альбомов-флитографии «Туркестан» и «Горная бухара», созданных в первой половине XX века крупнейшим художником эпохи модерна Павлом Кузнецовым. И картина Полидора Бабаева «Умирающий солдат» передает спасенные им знамя товарищу. Последняя по времени создания, к тому же единственная в фондах музея непосредственно изображающая полководца – бронзовая скульптура генерал Скобелев 2011 года Николая Иванова. Выставка будет работать до ноября этого года. На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова